Уважаемый президент, граждан и коллеги, разрешите представить наш клинический опыт применения препарата Ребулин, онкоцентра Санкт-Петербург. Два клинических случая, которые отражают и наш ход событий, и нашу поисковую систему. Действительно очень сложные пациенты, которые зачастую требуют какие-то действительно прицельных принятия решения. Это достаточно, хотя редкое заболевание, но при этом сложное в лечении и дифференцировке заболевания. Пациентка достаточно молодая, на настоящий момент ей 41 год. Старт ее лечения был еще в 2009 году, с момента проведения оперативного вмешательства в объеме удаления опухоли забрюшинного пространства. В тот момент гистологическое исследование, соответственно, полиморфной саркомы, участки высокой дифференцированной саркомы. Пациентка с 2009 года после выполненной операции находилась длительно по динамическим наблюдениям, но спустя буквально 3 года было отмечено прогрессирование заболевания в виде появления местного рецидива в левом фланге. У пациентки было произведено удаление рецидива опухоли, сопровождаясь выполнением левосторонней гемикооктомии и нефректомии слева. В последующем также пациентка находилась под динамическим наблюдением, но, однако, несмотря на выполненное повторное оперативное вмешательство, у пациентки даже возник не местный рецидив, а процедив заболевания, которое, опять же, повторно подвергся удалению этого образования, и было принято уже решение о проведении лучевой терапии на ложе удаленной опухоли в 156 грей. С 2013 года у пациентки было отмечено висцеральное уже поражение, метастатическое поражение, и было принято решение о проведении полихимиотерапии по схеме МЭД 4 цикла с августа по октябрь 2013 года. Была отмечена стабилизация, и на фоне стабилизации также мультизапертинарной комиссии было принято решение о проведении повторной операции, и в 2013 году было выполнено удаление рецидива забрюшенной опухоли с резекцией поддошно-поясничной мышцы и нисходящей ободочной кишки. В последующем, в декабре 2014 года, мы отметили повторное прогрессирование заболевания, опять же, рост висцеральных поражений, и было назначено таргетной терапией препаратом позапоним по 80 мг в сутки в течение 3 месяцев. Несмотря на проводимую терапию, в июле 2015 года опять повторное прогрессирование, активный рост метастатических очагов, данные фиксированные по данным МРТ, которые прослеживались исходно у пациентки, и пациентке назначается монохимиотерапия по схеме торбиктидин. Три курса в стандартной дозе. С декабря 2015 года, опять же, повторный рост образования брюшной полости, принято решение о проведении полихимиотерапии, ДОСТАКСЛ, ГЕМСТАБИН, проведено два курса стабилизации. Также мультидепрессионарно было принято решение о проведении повторной операции, ревизии брюшной полости, и произведена цитуредуктивная операция в полной цитуредукции, сопровождающей удаление вот этих рецидивных узлов, сопровождающей резекцией петель тонкой кишки двух фрагментов, толстой кишки резекцией, резекцией толстокишечной анастомозы, который был сформирован ранее. На тот момент опухоль уже утратила свою дифференцировку, она являлась дидифференцированной липосаркомой. И в последующем, с августа 2016 года, мы опять отмечаем повторный бурный рост вестеральных метастатических поражений, и принято решение о проведении монохимиотерапии препаратом ребулин. В оценке проведено 6 курсов препарата ребулин в стандартной дозе. Однако на фоне проведения данной терапии у нас отмечилось желудочное кровотечение, так как один из узлов придерживал к стенке желудка, что потребовало проведение эмболизации. С февраля 2017 года на фоне терапии препаратом ребулин мы отметили продолженный рост рецидивных узлов, увеличение в размере более 30%, также данное МРТ. И в настоящий момент пациентка получает иммунотерапию. Ну вот несколько слайдов на фоне проведения иммунотерапии. Вестеральное поражение, достаточно объемное паравертебральное образование, исходное, и на фоне проведения ребулина. Контрольная точка после двух курсов проведения препарата ребулин. Также пристеночное образование в брюшной полости и также после двух курсов препарата ребулин мы видели достаточно значимое уменьшение образования в объеме. Но в настоящий момент, как мы говорили, мы коснулись прогрессивного заболевания. В настоящий момент вот такая картина, достаточно большой объемный узел, занимающийся фактически всю брюшную полость и выраженный рост пристеночного заболевания. То есть в пациентке проведено 6 курсов. Еще одна пациентка, пациентка 69 лет. Пациентка страдает опухолизобрешенного пространства, стадийно как ПТ2М0М0. В 2013 году пациентке проведено оперативное вмешательство в объеме удаления опухолизобрешенного пространства с резекцией тонкой кишки. Гистологически трактуем как высокодифференцированная липосаркома. В августе 2014 года фиксировано прогрессивное в виде появления местного рецидива, также удаления местного рецидива. Уже с мая 2005 года мы фиксировали прогрессивное в виде множественных гастральных поражений в брюшной полости и принято решение о проведении полихимиотерапии по схеме допуксорубицин и фосфамид. Проведено 6 циклов, пациентке наблюдалась достаточно длительная стабилизация, пациентка находилась под наблюдением. Но, несмотря на это, уже в октябре 2016 года отмечены прогрессивные процессы, продолженный рост, увеличение вестральных поражений и принято решение с учетом додифференцированной саркомы проведения монохимиотерапии препаратом и реблюнируем. Проведено 10 курсов с октября по апрель 2017 года и отмечался терапевтический эффект. Опять же, было принято решение о проведении цитроредуктивной операции в объеме удаления максимальных объемов очагов ввиду того, что у пациентки отмечалось динамическое препятствие этих узлов в районе желудочно-кишечного тракта. И в настоящий момент мы вознабили монохимиотерапию препаратом и реблюнируем, который пациентка получает по-настоящему моменту. Ручная. Представлено образование до начала препаратом и реблюнируем. И вы видите достаточно выраженный регресс опухолевого образования после проведения 10 циклов монохимиотерапии препаратом и реблюнируем. Вот такие очаги были выявлены в момент оперативного вмешательства. Достаточно выраженный большой конгломерат липоматозных лимфоузлов, который создавал динамическое непроходимость желудочно-кишечного тракта. И вместе с тем множественные висцеральные поражения также липоматозного характера. По данным патоморфологического исследования отмечилось менее 10% живых опухолевых клеток, что соответствовало третьей степени патоморфоза. Ну вот в настоящий момент имеется такое образование. Оно является контрольной точкой наиболее измеримым очагом, и пациентка получает дальнейшее лечение препаратом и ребулин. Спасибо. Спасибо большое, Виталий Викторович. Пожалуйста, какие есть вопросы? У меня вопрос. Вы достаточно длительное время применяли и ребулин, и была ли какая-нибудь отмечена необычная токсичность не из известного профиля, а встретили ли вы что-нибудь необычное? Ну, из необычного встретили некоторое повышение температурной реакции, хотя трудно судить о ней. Мы вот дискуссию проводили на отделении о том, что, по всей видимости, это больше было связано с выраженным распадом опухолевого процесса. Почему мы и получили вот такое вот кровотечение на фоне применения препарата пристеночных. Выраженных каких-то нежелательных явлений мы не отмечали. Спасибо.